Здравствуйте! В прямом эфире Большого радио программы Большой Привал. Меня зовут Андрей Привалихин. Сегодня в студии у нас работает руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максим Сахневич. Максим Леонидович, добрый день! Добрый день! Эфир у нас прямой, телефон прямого эфира 450945. Также вы можете писать сообщения вайбер, ватсап, обычные смски на номер 8 921 045 1045, а мы, пожалуй, начнем. Ну, в общем-то, в общем и в целом, повестка нашего встречи, она обозначена была вот в анонсе. Так оно и есть. Главное событие политическое действительно года позади, президента мы выбрали. Вот, и, может быть, даже немножко добавлю, в связи с этим, какие стратегические и какие тактические задачи сегодня стоят перед Общероссийским народным фронтом и перед региональным отделением в частности? Ну, вы знаете, у нас задачи-то не меняются. Это и защита людей, это и те указы президента. Вы знаете, что Народный фронт вообще создавался и с полком в 2014 году возник, а Народный фронт в 2010. Как раз под те указы президента, которые уже были выполнены, сейчас вы видели в послании новые указы, и эти указы должны быть воплощены в жизнь в местах, в том числе и в нашем регионе. А фронтовики, в том числе, это одна из главных задач фронтовиков, смотреть, как власть успешно или неуспешно справляется с теми указами президента, которые он в своем послании обозначил. Поэтому, ну, главное еще и не только это, наверное, но и основная цель, которую президент, это как бы быть мостом между людьми и властью. И слышать проблему людей, и мы всегда их передаем власти. Ну и СВО, мы помогаем ребятам и помогают наши жители Мурманской области. Наверное, один из самых активных регионов в этом плане. Поэтому мы будем делиться у нас на две повестки. Это так называемая красная повестка, это помощь людям. И зеленая повестка, это вот помощь СВО. А вот получается, что всех этих горсоветов и райсоветов, которые ближе к людям, их не хватает. Потребовался еще общероссийский народный фронт. Но вы знаете, у нас... Наблюдение за наблюдающим 20 долларов. Ну, знаете, всякое бывает, к сожалению, всякое бывает. Но вы знаете, у нас есть наши депутаты, представители Общероссийского народного фронта, которые входят и в депутатский корпус и Государственной думы, и Областной думы, и наших городских муниципальных советов. Но бывает так, что приходится подсказывать, и бывает, что люди идут не к депутатам, а идут в Общероссийский народный фронт. Ну, когда? Это когда власть не может решить или не хочет решить. Есть, к сожалению, как говорит президент, у нас в основном все чиновники трудолюбивые, нормальные, хорошие, но встречаются, к сожалению, среди них, которые не хотят встать, пойти на встречу с людьми, встретиться, переговорить. Ведь проще дать ответ из кабинета, чтобы понять проблему, как делает Общероссийский народный фронт. Вот мы всегда встаем, и либо сотрудники исполкома, либо члены штаба выезжают непосредственно с людьми разговаривать. Чтобы понять проблему, надо в нее окунуться. Да, чиновники хорошие. Да, это знаете, как пароход Севрюга отремонтировали в фильме «Волга-Волга» и сказали, пароход-то он хороший, только руками его трогать не надо. Нет, ну, есть у нас, ну, вы же знаете, что есть действительно люди, которые постоянно чиновники, ну, допустим, да, вот я всегда привожу пример, такие муниципалитеты, как Кольский район, Полярный, Зори. В этом году у нас впервые по ЗАТО Александровского, вот с 1 января, и вот уже 4 месяца, я не видел ни одного обращения из ЗАТО Александровского. Ну, это говорит о том, что... Не, ну, лиховаты Пухов на слуху, фамилии, конечно. Да, то есть люди работают, и приятно очень со многими муниципалитетами, с руководителями разговаривать, и порой бывает так, что ту проблему, которую люди поднимают, когда приезжаешь к главе, она решается в течение суток, и я оставляю, как он там потом разбирается со своим личным составом, и меня не интересует. А почему это должно вас интересовать? Меня это никогда не интересует, но проблема решается. С другой стороны, Максиму Пухову, наверное, легче, потому что он возглавляет Полярные Зори, а это город атомщиков, а он вставленник Кольской атомной электростанции. Ну, там и сильные депутаты. Еще давайте возьмем, что там депутаты областной думы. Поддержка там, поддержка там. Ну, если уж директор Кольской атомной депутат Мурманской областной думы Василий Васильевич Емельчук, то тут уж, конечно, разумеется, разумеется. Хорошо, а вот 10 лет назад в студии Большого радио, еще в старой студии на проспекте Ленина, собрались у меня три сопредседателя тогдашних регионального отделения Общероссийского народного фронта, Лариса Николаевна Круглова, Татьяна Алексеевна Кусайко и Владимир Павлович Мальцев. Да. Вот. Что, про них? Ну, они остаются в повестке народного фронта. Нет. Ну, Лариса Николаевна, Татьяна Алексеевна здесь, а Владимир Павлович в Москве. Я, да. Он большую работу делает, и мы с ним вот буквально два года назад, ну, можно уже, наверное, рассказать. Не хотели рассказывать, пришел я на кладбище, где были похоронены в Санкт-Петербурге наши выдающиеся подводники, ветераны Великой Отечественной войны, и обнаружил, что у героя Советского Лунина была такая могила, не очень убрана, да, мягко сказано. Я позвонил, значит, Палычу, вот, он же возглавляет у нас как раз ветеранов военно-морских сил, и было буквально там все организовано, сделано. Просто стало немножко обидно, два или три года назад, я уже не помню, когда у Маринеска, значит, нашего героя Балтийца, прям было приятно смотреть, а у героя Советского Лунина Североморца нет. Поэтому я как бы ему позвонил, и там в течение суток все было исправлено. Поэтому это очень уважаемые для меня люди все трое, поэтому я с ними поддерживаю очень доброе, хорошее отношение. — Здорово, да. Мы с Владимиром Павловичем практически полные ровесники. Он на три недели меня младше всего, да, так что вот... — Он большую работу делает в Москве, очень мы ее видим, часто с ним созваниваемся, списываемся. — Ну, собственно, я такую преамбулу запустил не для того, чтобы узнать, хотя интересно узнать, как там Владимир Павлович, потому что Татьяна Алексеевна и Лариса Николаевна, они неоднократно здесь у меня бывали. И вот, и мы Татьяну Алексеевну, помню, часто она у нас на старом большом радио была в эфире. Так она, понимаете, она всегда еще такая была вся на нервах. Она после каждого эфира звонила и спрашивала, ну как, ну как, ой, меня тут ругали. — Татьяна Алексеевна всегда очень глубоко переживает любые проблемы. — Меня тут ругали, меня там кто-то сказали... Я всегда говорил, Татьяна Алексеевна, надо быть толстокожей, надо быть толстокожей. — Нет, она не умеет. Она настоящий трудоголик, который... Я лично знаю, как она решает вопросы, и несмотря на все свои болячки, ей надо вот прямо вот такой человек, который вникает во все проблемы людей глубоко. И всегда можно в любой час, в дни и ночи позвонить со своими проблемами. И с проблемами людей она всегда готова пойти навстречу. — Ну ладно, это все... — Хвалю, хвалю, хвалю сопредседателей, хоть они были, но... — Это я к тому, что я тогда вот им сказал, что у меня ощущение, что Общероссийский народный фронт создан потому, что у нас перестала существовать организация народной контроли. Народного контроля боялись большего БХСС, некоторые боялись народного контроля. И вот мне кажется, что вот именно эти функции сейчас взял на себя Общероссийский народный фронт. Функции народного контроля. Потому что это народный контроль в чистом виде. Я почему народный контроль хорошо помню? Со мной работал мужик, который был вот этим общественным народным контролером. То есть когда его профессиональные знания и умения требовались для какой-то проверки, у вас же там не напасешься профессионалов на каждое дело, то вот его приглашали, да, он потом рассказывал такие шутки, байки шутил. Вот вы полагаете, я прав, да? Народный контроль в действии? Народный контроль в действии. Ну, конечно, при Советском Союзе там были определенные нюансы. Это все-таки была государственная организация. Государственная, да. А у нас все-таки государственная общественная, да. Но своего рода, да, я с вами полностью согласен. Это такого народный контроль, некоторые было, ну, мне не то, что обидно, но когда начинают говорить, что народный контроль и Единая Россия, допустим, партия, мною уважаемая, это примерно одно и то же, это глубоко не так. Это вообще две разные немножко вещи, партия, и мы хоть каким-то образом где-то взаимодействуем, где-то какие-то вопросы, допустим, по СВО вместе решаем, но это немножко разные вообще вещи. Партия и общественный контроль, Народный фронт, это как бы... У нас в свое время, я сейчас не знаю, как сейчас, но в Российской Федерации в Народный фронт, ну, кроме беспартийных, входили 26 партий. Не входили в 26 партий, а представители 26 партий присутствовали в Народном фронте. Поэтому тут такая, знаете, вы правильно сказали, это люди. Это, как все говорят, вот некоторые чиновники говорят, вот что-то там поднял вопрос, тебе что, заняться нечем? Так это не я, это же не Сахневич ходит, там, по области не ездит и ищет какой-нибудь... Это же люди к нам прощаются. Тем не менее, это вы инициировали 10 лет назад, как там, насчет дорог, да, проект? Это вы ведь? Ну, Народный фронт, да, он инициировал, да, Народный фронт соединяющийся. Ну, я имею в виду в данном случае даже не Народный фронт, а Ксения Сахневича, потому что я где-то прочитал, что... Ну, одним из, одним, одним из, да, был, мы к нам приезжали ребята с депутатами государства, думаю, тогда это... У нас так, в принципе, очень тяжело. Он заходил в свое время, там, в 14-15 году, но потом начал развиваться, и вот за последнее время, вот, наверное, 2-3 года у нас есть такое договоренность с Министерством транспорта, мы отправляем те дороги, которые люди просят сделать, они изучают эту проблему Минтранс Мурманской области, и все дороги ставят на ремонт. Максим, скажите, а вот есть все-таки некоторые кокетства в словах, что Народный фронт это общественная организация? Вы же зарплату получаете, это же не фронтовики скидываются вам на зарплату? Зарплату у нас получает 5 человек, остальные все общественники. Так они-то откуда получают? Из государственного бюджета? Нет. А откуда? Ну, не из государства, у нас нет в бюджете, можно взять... То есть вы частная лавка? Я, я, если честно, если честно, я не знаю, откуда получают деньги. Хороший ответ. А, то есть, лишь бы платили, а откуда пофиг? Да, ну, нет, это же в бюджете... А может быть, происхождение этих денег сомнительное? Ну, не знаю, вряд ли, вряд ли, общественная организация, которая возглавляет президент Российской Федерации, это как-то сомнительно, выплаты, я не уверен в этом. Я думаю, я уверен в этом, что все там, все прозрачно, все понятно. А, ну, то есть, вот она, тайна сие великая. Слушай, ну, я не создавался... Пять народных фронтовиков получают зарплату неизвестно откуда. Ну, я, как из бухгалтерии. Как и запишем. Бухгалтерии. А, да, это, знаете, как в анекдоте, да? Там, вы где деньги берете из шкафчика? А кто их туда кладет? Моя жена, а она где берет, я даю, а вы где берете из шкафчика? Из шкафчика, да. Вот это, вот, примерно так ей ответили. Поэтому, ну, зарплаты у нас, ну, пока не буду, конечно, раскрывать, но они не такие большие, как многие думают. Да-да. Ниже, чем в администрациях. Это как у Довлатова. Деньги получил, получил. Хорошие, хорошие, но мало. Но мало, да. Ну, есть вопрос-то не в деньгах, а вопрос в работе. То есть, отрабатывают ли мы, отрабатывают ли фронтовики эти деньги? Потому что у нас руководство быстро расстается с теми, кто эти деньги не отрабатывает и не работает. Хорошо, а, допустим, вот, проводите вы какую-то проверку по тревожному письму или по тревожному звонку. Привлекаете для этого специалистов каких-то, да, которые волокут в том деле, которые вы должны проверить. Да. Они задаром вам помогают или им задаром? Да. Вот так вот. Ну, у нас есть органы прокуратуры, которые получают деньги, мы к ним обращаемся зачастую. Ага. Ага. Есть различные организации с федеральными, с которыми мы общаемся. Есть у нас чиновники, к которым приходишь, понимаете, то есть, понятно же, да, что где-то надо сделать ремонт, и когда ты приходишь и показываешь, и видно, ремонт надо делать? Надо. Надо. Ну, тогда. Нет, ну... Зачем специалист нужен, если мы видим дырку в дороге? Хорошо, хорошо. А тогда скажите мне, пожалуйста, ведь бывают наверняка и такие случаи, когда вот, ну, прозвучал звоночек, тревожный сигнал, вы пошли, проверили, делать надо. А делать в ближайшие 3-5 лет не сделают, и причины совершенно объективны. Да, да. Как в этом случае? Да, такие вопросы есть. Это, ну, допустим, вот сейчас вот стали делать в этом году, и мы об этом расскажем, в областной больнице приемный покойник. А, закрыли его сейчас на ремонт. Да, мы, ну, этот вопрос мы с Дмитрием Панычевым обсуждали еще в конце 2019 года. И вообще планировалось деньги выделить либо в 2020-2021 году. Ну, начался ковид, понимаете? Но я благодарен министру, вот мы буквально сегодня списывались, и я ему говорю, Дим, спасибо, что ты не забыл. Он написал, что я же, ты же знаешь, я ничего не забываю. Поэтому, понимаете, да, есть определенные нюансы, когда там, чтобы сделать хорошо дорогу, нужны какие-то глобальные деньги. Поэтому ее может, да. Разумеется. Да, или что-то сделать, какое-то здание, там, нужно все почитать. Вот сейчас вот мы буквально недавно с заместителями губернатора разговаривали по поводу, знаете, у нас есть такой адрес, театральный 9, это дом врачей. Да. Один из единственных домов, который остался после бомбежек немецких, да. И дом культурного наследия. Небольшой вроде. И дом стоит... Но он в ужасном состоянии. Он в ужасном состоянии на 40 какой-то год. Но чтобы его ремонтировать, денег нужно неизмеримо больше, чем простой дом. Вот сейчас мы к этому подводим, в том числе и в связи с указом президента, о том, что все дома культурного наследия, все объекты культурного наследия, они должны быть в ближайшее время отремонтированы. И вот мы приходим к тому, что все-таки нас услышат, и чтобы этот дом не рухнул, а это действительно важный дом. Там многие исторические личности жили в этом доме. Я надеюсь, что все-таки либо в этом, либо в следующем году его отремонтируют. Понимаете, какое дело? Вот, говорите, да, дом культурного наследия. Дело в том, что я вот столько живу в Мурманске, что уже дома, которые строили на моих глазах, становятся домами культурного наследия. Я, с одной стороны, начинаю недоумевать. Черт подери, ну в чем культурное наследие? Обычный дом, типовой проект. Вот у нас кинотеатр «Родина». Вот за вашей спиной кинотеатр «Родина». В ужасном состоянии, слава богу, началась наконец-то реконструкция. Культурное наследие – это объект культурного наследия. Но разве может быть объектом культурного наследия типовой кинотеатр, которых построено по всей стране, ну, ни один, ни два, ни три? Ну, не, понимаете, вопрос в том, что у нас такой молодой город. Вот и я о том же. Потому что у нас дом культурного наследия нельзя равнять, допустим, не знаю, Ярославль, Иркутск, да, то есть, я не знаю, Суздаль, да, которые созданы там несколько веков назад, а там, может, 10 веков назад. Тысяч лет. Да, 10 тысяч лет назад. Конечно, у них немножко дом культурного наследия немножко другой. Но дом врачей, который там в 30-м году построен, да, не по типовому проекту, да. Да, да, тут я молчу. Где жил, допустим, человек, которым названа областная больница в Баянии, жил там. Петр Андреевич в этом доме жил? Да, он жил там, в том доме, вот. То есть, ну, это же, и это один из единственных домов, который остался после бомбежек немцев. Мы же должны сохранять такие домы. Ну, он не единственный, но один из немногих. Ну, один из единственных, да, там художественные музеи. Один из немногих. Да, один из немногих. Поэтому я думаю, что я вот все вот бьюсь за этот дом, бьюсь за этот дом. Ну, я, меня вроде как услышал. Один из заместителей губернаторов обещал, что Андрею Владимировичу донесут. И я думаю, что, зная, что губернатор очень трепетно относится к туристическим таким... Это же дом и для туризма очень нужен. Очень нужен для туризма. Потому что, ну, вот я был на встрече губернатора с молодыми людьми и с представителями общественных организаций, таких молодежных, да. И один из вопросов молодежи неожиданно прозвучал о том, что к нам приезжают туристы, а мы, кроме как в области, в области мы им все показываем, приводим в область. А мурманские, кроме там Алеши, да, и Ленина нам показывать нечего. Это молодежь говорила. А вот такие дома, как... Такие дома, как вот... Это вот один из тех, ну, наверное, объектов, куда можно водить туристов, в том числе и России, показывать и рассказывать про это. Понимаете? Вы знаете, я довольно давно уже, да, но частенько подрабатывал, подхалтуривал переводчиком. И вот однажды меня попросили в область профи, здесь было какое-то крупное профсоюзное сборище, причем оно сначала заседало в Киркенесе, потом переехало в Мурманск, международное такое. Борец регион. Шире еще, еще шире. И они так были профинансированы, что они приехали и с женами, и с детьми. Так вот, меня попросили для жены детей экскурсию сделать, значит. Ну, Кола, Мурманск, так вот. Я их, значит, провез. И говорю, пожалуйста, вопросы какие-нибудь есть? Мне там одна англичанка, англичанка, она говорит, у меня вопрос. Вот вы тут плели, что Кола один из самых древних городов, 1564 год. А мы посмотрели, вот один только каменный храм, и все, и где, где все памятники-то? А вы сожгли, да? Я ей говорю, а это, милая моя, вопрос к вашему правительству. Она говорит, как так? Я говорю, потому что во время Крымской войны, которая хоть называется Крымская, но была не только в Крыму, доблестный английский военно-морской флот сжег Колу дотла. Видели бы вы эту тетку после этого? Ну, молодец. Вот как вы умыли. Да, да. А вот вы тут говорите, да? Вот вам Панычев Дмитрий Вячеславович сказал, что я ничего не забываю. Тут вам сказал замгубернатора, губернатору донесут. Ассоциативное мышление не доведет меня до добра. Есть такая замечательная оперета, Тримбита называется, Юрий Милютин написал. Там один из героев, пан Шик, который все недостатки записывает в специальную книжечку, чтобы потом передать Господу Богу или кому там он поручит сделать по инстанции. Вот не ловили вы себя на такой мысли, что вы вот действительно... Записываю книжечку? Да, ходите по пятам и смотрите, где тут у нас что? Нет. Кто кое-где у нас порой? Я записываю, я записываю, но еще раз вернусь к тому вопросу, что это не Сахнеевич ходит, и не Кусайка ходит, и не Круглова, а люди нам дают те проблемы, которые есть. И когда нам дают, чтобы погрузиться в эту проблему, надо поехать. Люди звучит очень хорошо, иногда абсолютно безлика. Почему? Жители Мурманской области, города Мурманска. Но чтобы вникнуть в тот же театральный 9, что должен сделать руководитель исполкома? Он, наверное, должен встать, поехать туда, подняться на крышу, посмотреть, пофотографировать, поговорить с людьми, поговорить с жителями, которые там живут, и понять проблему. Мы так и делаем. Это так всегда. И как вы правильно говорите, и потом, после этого только я записываю в книжечку, но уже с приложениями фотографий, да, и направляю в те инстанции, которые могут это сделать, понимаете, и способны сделать так, как что просят люди. Вот, Максим, вопрос некорректный. Любой вопрос. Нет ни вопросов некорректных. Есть, есть. Ну, например, как вы сами можете оценить работу регионального народного фронта нашего? Нашего? Да. На четверку. О, ну, значит, действительно вопрос корректный. На четверку. На четверку, но не на пятерку. На пятерку никто не работает, да? Нет. Ну, я думаю, что у нас есть определенные нюансы и определенные недоработки. То, что мы обещали людям. И правильно вы говорите, это все стоит не в этом году, а в следующем или позаследующем. Нет, но в этом же нет вашей вины. Почему? Я все равно чувствую свою вину. Ну, вот у нас люди очень часто... Вы понимаете свою вину, потому что человек к вам обратился, а вы не смогли ему помочь немедленно. Не смог решить. Не смог решить немедленно. Да. Или я понимаю реально, что этот вопрос не решить. Но ведь есть вопросы, которые невозможно решить немедленно. Нет таких вопросов, которых невозможно решить. Ну, невозможно. Я согласен. Тех, которых невозможно решить, нет. Но нет. Но есть те, которые невозможно решить моментально. Моментально невозможно решить. Но, к сожалению, такое бывает. И как-то чувство такое, знаете, все равно вины есть, что ты... Теряете доверие людей Из-за того, что не можете Мгновенно устранить Где-то какие-то недостатки Да, если решение есть Понимаете, многие люди приходят Потому что одному вы помогли, он скажет О, ребята, фронтовики, вот такие классы Эти же говорят другому Приходит другой человек Я к ним обратился, они меня отфутболили Больше я к ним обращаться не буду И так всегда будет Этого не избежать Этого не избежать Знаете, хочется же решать Людскую боль, людские вопросы Я же понимаю, что к нам приходит Народный фронт Вы прям как Иса Воробьянинов Хочется же, чтобы побыстрее Скоро только кошки родятся ему Остап, но это сказал Это не про нас Мы все прекрасно понимаем Но хочется все-таки Что людские вопросы И проблемы, они решались Хорошо А есть у нас В России общероссийский народный фронт Он сам по себе Народный фронт Или же там над Народным фронтом Есть какая-то надстройка Которая наблюдает за наблюдающими Слушайте, ну есть Центральный исполком Народного фронта Есть Центральный штаб Народного фронта Куда входят люди Есть президент Лидер Народного фронта Ну если лидер Народного фронта Президент, наверное Он интересуется Вы же знаете, что он постоянно встречается С фронтомиками Есть те вопросы Которые решают Это все так Но дело в том Что я понимаю Насколько президент Занятой человек Поэтому у него все равно Возможности вникать И иметь дело С каждой балалайкой В отдельности У нас есть для этого Центральный исполком Там есть руководитель Есть заместитель руководителя Который решает Те или иные вопросы Ну не те А все вопросы решают Тогда попробую еще один На мой взгляд Некорректный вопрос задать Как себя чувствует Региональное отделение Общероссийского народного фронта Если сравнивать его С работой других отделений Ну скажем В Архангельской области В Карелии Я руковожу Народным фронтом Еще с 14-го года Да И осталось Не так много Руководителей Исполкомов Которые Это вы гнете к тому Что если вас еще не сняли Значит все нормально Нет У нас есть звонок Давайте послушаем Не успел ответить На некорректный вопрос Здравствуйте Это Анна из Яндекс.Бизнес Я буду Сейчас минутку Если вы удивите мне полминуты Да Пожалуйста Как вас зовут еще раз Это оказалось рекламой Это не то Это не то Хотели это что-то Спам Нет Они хотели Прорекламировать что-то Народному фронту А Может что-то нужное Так вот Я по поводу своих коллег Знаете Он вопрос И корректный И некорректный Я не могу Сравнивать Хорошо Лучше мы работаем Или нет Это ну как бы Не мне решать Да Потому что я всех коллег Своих люблю И уважаю И очень многие работают Ну как я могу сравнить С теми ребятами Которые под постоянными Обстрелами Находятся в Белгородской области Нет Ну Понимаете Ну как бы Я как Или там Своих коллег С Донбасса Ну я имею ввиду Луганский, Донецк Ну как я могу Я хочу Спасибо вас Про Архангельскую область И про Карелию Те, которые под боком Про Архангельскую область Руководителем Исполкома Мы дружим Он тоже работает С 14-го года Он работает Очень активно В Карелии Уже несколько Руководителей Исполкомов Поменялось Мне сложно Что-то сказать Про работу Регионов Ну многих Потому что Ну я с кем-то Конечно больше дружу С какими-то руководителями Исполкома Увижу Как они работают Ну мы делаем дело Пусть нас руководители оценивают Кто как там работает Лучше Я неспроста Спросил про Архангельскую область И Карелию Скажите Проблемы Северные регионы Вот они Разные проблемы Разные? Ну допустим У нас Сейчас Вот в последнее время Вот Меня спрашивают Неужели это правда Но это правда У нас В этом году Резко снизилось Вопросы В количестве вопросов По медицине Не верю Да Я тоже самое Есть Да Есть вопросы Там люди просят Иногда перенести операцию Да То есть По тем или иным причинам Но она бывает различная Вот Но у нас Очень много вопросов Это по переселению Жилья Да Потому что Если мы возьмем Там Корею Из ветхого и аварийного Или в другие регионы Из ветхого и аварийного Из В другие регионы Это Очень огромный Пласт вопросов Особенно от ветеранов И от людей Старшего поколения На прямую линию Президента Это огромный Пласт работы Именно был От этих людей По поводу Вот этого Помните программа Переселения Очень много людей Программа К сожалению У нас сейчас Фактически не работает Поэтому вопросов Очень много Вот Ну Различные У всех Есть темы Конечно Какие-то Ну Одинаковые Но если Допустим Сравнить Нас и Карелию То Когда говорят О том Что у нас там Плохие дороги Я всегда говорю Слушайте Это два года назад Говорили Я говорю Вы были давно В Петрозаводске Ой вы знаете Меня всегда умиляет Это Знаете Это вот Я терпеть Но сейчас лучше стало Я терпеть не могу Когда начинают спорить По принципу На себя посмотри А ты кто такой Мы разговариваем По поводу По поводу Какие проблемы Общики Нет Я просто к тому Что мы Дороги уж обсуждали Здесь вот В послевкусии Миллион раз И довольно часто Были звонки Ребята Я сейчас ездил В отпуск В Карелии Это же просто Жуть Нет Сейчас уже нормально Там еще хуже Чем в Карелии А вот там Еще хуже Чем здесь Хуже Чем в Карелии Вместе Я вам знаете Что могу сказать Я когда Если мы возьмем Давайте откатимся На 14-й год На начало Работаем В исполкоме Народного фронта Мы с вами Все вместе Дружно Все Я еще не говорю Про начало 2000-х Их 90-х годов Мы все ехали Ездили там В Финляндию В Норвегию В Швецию И все восхваляли Дороги Приезжали сюда И с ужасом Смотрели Какие у нас дороги Так у нас дороги Сейчас не хуже У нас не хуже дороги А федеральные дороги Так у нас круче Вот последний раз До Вот этого До ковида Когда В Финляндии Уже тогда Можно было сказать Что наши федеральные трассы В Российской Федерации В Мурманской области Были намного лучше Чем в Скандинавии Спасибо большое Как мы предрекали оба Полчаса пролетели Как одна минута Надо еще встречаться Почаще Ну надо Вопросов много А то я вспомнил встречу Которая была 10 лет назад Но это просто Ни в какие ворота Хорошо Вопросов действительно много Друзья Может мне начать Была программа Не с этого Максим Леонидович У нас недавно Стал многодетным отцом Наконец-то У него долгожданная дочка К двум пацанам Присовокупилась Так что Большое радио Вас поздравляют Удачи в работе Спасибо, что пришли Будем встречаться чаще Спасибо До свидания До свидания